Ну что ж, пока нет возможности заниматься выращиванием пеларгонии семян у себя дома, решила пополнять свой потенциал на новом месте. Вот заказала новую посылочку через паштамат новой почты. Кстати, очень удобно, особенно в выходные дни. Давайте же посмотрим, что мне прислали. Осмотрев посылку со всех сторон, я, к сожалению, не нашла указания, где верх, где низ. Вот вам и первый пунктик. Желательно указывать расположение, чтобы удобнее было открывать и не травмировать растение. Также было бы неплохо сделать наклейку хрупкое. Мне кажется, это даст дополнительную возможность сохранить все в первозданном виде. Эти уже укорененные черенки пеларгонии я нашла в одной из социальных сетей в группе любителей данного цветочка. Каждое растение упаковано индивидуально с помощью картона, что дает больше жесткости и надежности, что растение не травмируется. Также продавец положил подарочек в виде дополнительного растения по своему усмотрению. Визуально осмотрев, повреждений никаких не нашла и земли, кстати, в упаковке тоже было немного. Каждое растение индивидуально запечатано в картоне, плотно заклеено скотчем и стаканчик, в котором корневище растения тоже отдельно примотан скотчем к этому отрезку картона. Я так понимаю, продавец это сделал для того, чтобы в процессе транспортировки растение не вылетало из этой упаковки. И так как я уже начала озвучивать плюсы и минусы такой пересылки, такая упаковка, конечно же, будет отмечена только положительно. Все черенки пеларгонии приехали целыми, не поломанными и не травмированными. Отдельно по сортам сейчас вам расскажу, что я заказала и дополнительно вставлю фото, как они будут выглядеть в цветущем виде. Вот, кстати, один черенок уже с бутоном. Кстати, очень удобно покупать набором пеларгонии у одного продавца. И за доставку выходит дешевле, и можно подобрать себе именно те растения, которые вам предпочтительнее. Открываю подарочек, сейчас посмотрю, что здесь. Тоже пеларгония, это стеллары. У меня таких никогда не было. Цветочек выглядит очень интересно в виде звезды. Разложила все черенки. Сейчас вам покажу наглядно, как это выглядит в общей массе. Ехали ко мне три дня, за это время они продолжали расти. И, соответственно, некоторые растения немного искривились, потому что пытались найти свет в этой коробке. На каждом из череночки на стаканчике подписан сорт и дата, когда этот черенок был посажен на укоренение. Я приобрела два ампельных сорта плющелистной пеларгонии, а также зональную. И плюс стеллар мне пришла в подарок. Не все черенки такого большого размера, как хотелось бы, но и цена будет соответствующая. В конце видео я озвучу, во сколько мне обошлась эта посылка с пеларгониями с учетом доставки. Кстати, очень интересно будет услышать ваши версии визуально, насколько выглядят данные растюшки пеларгонии, сколько бы вы заплатили за весь этот набор. Можете пока поделиться своими размышлениями, написав в комментариях. А сейчас распечатаю все пеларгонии, черенки и посмотрим, в каком состоянии корневая система и земля. Ну, как видим, корневая очень слабая. Еле-еле просматриваются ниточки корешков, хотя должны выглядеть вот так вот, как слева на экране я показываю. Визуально, конечно же, они в хорошем состоянии. Уже у меня на новом месте они пройдут акклематизацию несколько дней и немного переболеют. Самые нижние листья пожелтеют и, скорее всего, они их сбросят. Но точки роста в хорошем состоянии, живые, бодренькие, я бы сказала. Видно, что они жизнеспособные, а это самое главное. Чтоб из стаканчика не высыпалась земля в процессе транспортировки, продавец решила примотать скотчем бумажное полотенце. Это, конечно же, плюс. Ранее мне попадались покупные черенки. Сверху стаканчик был накрыт пищевой пленкой, что тоже очень хорошо при транспортировке. У всех черенков ножка у основания светлая, зелененькая, немного начинает одревесняться. Гнили, плесени на земле тоже нет. Вот у этой пеларгонии на листьях нашла непонятный серый налет, похожий на мучнистую росу. Поэтому в обязательном порядке нужно будет провести профилактические обработки растений, чтобы они не заразили друг друга. Так как земля очень сухая и это неблагоприятно повлияло на состояние корневой, то сейчас обязательно нужно полить растения. Стаканчики с черенками ставлю в глубокую миску и заливаю водой комнатной температуры, чтобы уровень составил где-то 2 см. И оставляю так на полчаса. Через полчаса я воду сливаю и выставляю растения на подоконник, на рассеянный солнечный свет, чтобы они не получили сразу сильные ожоги. Я думаю, вы уже поняли, что новому растению в хозяйстве нужно пройти карантин, то есть подержать их отдельно от ваших растений, чтобы выявить возможные заболевания, которые могут заразить остальные комнатные растения. Сниму также отдельное видео по пеларгониям, чем снять стресс у новоприобретенных, чем обработать от болезней и вредителей. Хотя герань, как вы знаете, очень неприхотливое и довольно выносливое растение, которое сложно чем-то загубить. Как и обещала, расскажу, что набор этих гераний из 5 растений я приобрела за 250 гривен, плюс 1 герань мне пришла в подарок. Стоимость доставки в выходной день составила 49 гривен, так как продавец отправлял с паштомата и здесь я у себя получила тоже в паштомате. В следующем видео займусь пересадкой гераний в более просторные горшочки и, возможно, немного обновим землю. А сегодня спасибо большое всем за просмотр. Если было интересно, делитесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас проходит процесс адаптации герани на новом месте. Также делаете ли вы такие покупки и как часто через социальные сети и интернет-магазины. Интересно узнать ваш опыт. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и хорошего всем дня и настроения. Субтитры сделал DimaTorzok